Основной темой сегодня будет обзор коробочки Viva Beauty Box, это новая премиум коробочка, но не спешите выключать это видео, если вы не совсем заинтересованы конкретно в этой коробочке, потому что здесь достаточно много декоративки, я уже все из этого попробовалась и могу вам сделать такой более-менее полноценный обзор, возможно что-то из этого вас заинтересует. Стоимость конкретно этой коробочки составляет 799 гривен, это приблизительно 30 долларов и содержимое здесь очень внушительное, давайте я вам сейчас вот так мельком одним глазком покажу. Вообще я считаю, что у Viva самое крутое наполнение, всегда здесь полно не только каких-то пробников декоративки или там каких-то уходовых средств, здесь очень много полноценных версий и что мне всегда нравилось, в коробочке всегда присутствует декоративная косметика. Не знаю как вы, но я люблю больше декоративную косметику в коробочках, потому что декоративка это то, чем ты постоянно пользуешься, а уход когда ты получаешь, то вроде как задумываешься разбавлять им свой текущий уход или может не стоит, но тем не менее, что касается ухода, здесь также очень приятный сюрприз. Ну давайте начнем без лишних слов, кстати говоря, на сайте тоже есть обычная, не премиум версия, она стоит гораздо дешевле и в ней всего на 3 продукта меньше, поэтому зацените, что вам нравится больше. Итак, первое, на что сразу у меня упал взгляд, как только я открыла эту коробочку, это вот такая вот палетка от компании Debalm, это полноценная палетка румян через Defis бронзеров. Компания Debalm сама позиционирует их так, то есть их можно использовать и как румяный, и как бронзер, в зависимости от того, что вам по оттенку кожи подойдет. Я эту палетку попробовала, она меня очень впечатлила, во-первых, безумная пигментация просто, вообще вот именно с этими эрофилами надо прям быть осторожной, то есть кисточку так чик, а потом вот как бы растушевываешь на коже. Я, кстати, попробовала по максимуму все нанести на лицо, все, что я могла, сегодня я сделала, кстати, макияж глаз с помощью вот этих вот двух оттенков, и, кстати говоря, если у вас есть вот такие палетки, не обязательно их использовать вот только сугубо как бронзера румяна. Если даже как бронзера румяна вам они не подошли, то вот как минимум эти два оттенка как тени точно сойдут. Вот этот немножко розоватый, да, его можно использовать в макияже глаз, но если вы не любите такие розоватые оттенки в макияже глаз, то как бы можно использовать и как румяна. Я сегодня на скулах, на щеках использовала вот этот вот средний оттенок, он называется Balm Beach, а также я на днях использовала Balm Desert, это самый темный, но он реально очень темный, вот прям мне надо было хорошо его растушевывать, иначе он вот очень сильно у него пигментация, вот этот как-то мне кажется под мой тон кожи лучше подходит. Также из декоративки здесь тоже я еще использовала сегодня гипоаллергенный хайлайтер в стике от компании Bell. Он вот такого вот нежно-нежно розового оттенка дает очень такой вот мягкий перелив, влажный, абсолютно этот цвет не передается на кожу, он просто передается вот таким вот как, ну не знаю, каким-то свечением, очень-очень деликатным, то есть для меня возможно этого даже недостаточно, я все-таки люблю, когда немножко более интенсивно что-то сияет на скулах, это я бы сказала для совсем утонченных личностей, которые любят совсем такое что-то деликатное на щечках. От компании The Bound здесь положили еще их знаменитую подводку, это подводка в черном цвете, называется она Шуинь, я давно слышала об этой подводке, но ни разу ей не пользовалась. Сегодня стрелки свои я делаю с помощью этой подводки, два факта по поводу этой подводки. Первое, это она очень насыщенная, второе, она очень матовая, вот она просто высыхает в максимально матовое состояние, которое только можно себе представить. Единственный минус, косяк или дело привычки скорее, это аппликатор, потому что здесь фетровый аппликатор, он тоненький, как бы вроде бы с ним все хорошо, но он при этом очень жесткий, то есть у него нет вот такой вот маневренности, подвижности, им нужно именно наловчиться делать стрелки. Первый раз, когда я пользовалась этой подводкой, мне было вообще неудобно, когда второй, третий там и так далее, уже я наловчилась, уже я поняла, как ее использовать, и в принципе очень даже просто, вот сегодня стрелки я нарисовала буквально там за пару минут, никаких проблем нет, мне очень нравится, что это настолько матовая и очень угольно-черная подводка. Из декоративной косметики, по-моему, последнее, что здесь положили, это тушь, называется она Royal Max 4D с алоэ вера, сейчас я вам покажу щеточку, достаточно большая, я такие щеточки не люблю, это больше, чем размер моего глаза, поэтому обычно я такие не использую на себе туши, поэтому как бы не могу сказать, что она мне понравилась, нет, она мне не понравилась из-за этой дурацкой щеточки. Что мне понравилось? Опять-таки здесь я как-то прыгаю, понравилось-не понравилось, понравилось-не понравилось, но тем не менее, Когда я увидела, что в эту коробочку входит сухой шампунь в полноценной версии, я подумала, ура, не надо бежать сейчас в магазин отдельно покупать, все вот как бы в этой коробочке я могу получить. Я попробовала этот сухой шампунь, запах у него неплохой, работает он приблизительно как и батист, то есть один в один. Что касается темных волос, вот на мне он оставляет вот еле-еле уловимый вот такой вот белый налет. Если хорошо растушевать, потом вычесать, его практически не видно, но вот еле-еле вот такой вот, если ты знаешь, что ты пользовался шампунем, ты наверняка сможешь его увидеть. Но если ты не знаешь, что ты пользовался шампунем, никогда в жизни это не бросится в глаза. Вот этой маске я была безумно рада, это Ирен Бекур, минус 7 лет, фитомаска, эффект мгновенной красоты. Я эту маску просто обожаю, у меня есть такая маска, сейчас она находится у меня там в ванной с моим уходом, действительно работает эта маска, причем я ее использую не только на себе, когда мама приезжает, какие-то мероприятия, там мы куда-то идем, мы наносим зачастую эту маску вдвоем на лицо, и меня она очень сильно освежает, и маму мою она очень сильно освежает. Вот прям вот посидел с ней там несколько минут, смыл, и лицо такое вот как свежее, оно более яркое что ли. Вот действительно эта маска очень сильно освежает. В первую очередь я не могу сказать, что там какой-то лифтинг, шмифтинг, нет, этого я не замечаю прям так серьезно, но вот этот эффект освежения, возможно, и работает вот как вот заявленный минус 7 лет, не знаю как насчет конкретной цифры 7 лет, ну, действительно очень освежает, поэтому с удовольствием буду пользоваться, добью ту, которая у меня сейчас есть, и поставлю вот эту, 100% буду пользоваться. Следующий продукт, который точно не заваляется на полке, это мицеллярная вода, и, кстати, она здесь не совсем вода, она такая как вот гель какой-то. Честно говоря, я не пробовала, давайте вот мы с вами заодно и попробуем. И вот видите, он так вот капает вот такими вот каплями, то есть это не водичка прям мицеллярная, а вот такой вот как мицеллярный гель. Ну, давайте пробовать, как он стирает. Он стирает, на мой взгляд, очень даже хорошо, смотрите, сразу вот все просто стер, причем что подводка эта очень насыщенная, все, ее уже нет. Хм, отлично, по-моему, причем еще очень приятное ощущение, я не знаю, как будет на лице, но рука прям как будто кремом еще намазана. Дальше здесь еще термальная вода от Моршинска, если вы не из Украины, то, возможно, у вас этой воды нет, но это украинский бренд, довольно известный, Моршинская вода, это очень известная вода в Украине. Так вот, никогда не пробовала термальный спрей, по виду, по звуку, по пшику и всему прочему, обычная термальная вода, ничем не отличающаяся от Авиан или какой-нибудь другой. У меня их полно сейчас стоит. Вот это как бы тоже будет, наверное, ждать своей очереди, скажем так. Положили здесь еще вот такую вот миниатюрку шампуня. Ну, меня, откровенно говоря, конкретно этот продукт никак не впечатляет, то есть, скорее всего, это пойдет, наверное, на мытье кистей. И пахнет, ну, не вея, не вея, то есть, как бы, обычно вполне пахнет. Что меня больше впечатляет, это вот такой вот маленький лосьон для тела от Агава. Мне это средство очень нравится, когда-то они уже вкладывали вот этот лосьон, и я его замучила, просто пыталась выдавить все до последней капли, потому что он действительно хорошо увлажняет, при этом быстро впитывается. Ну, и вот очень просто он приятный. Ну, как-то вот намазал, и вот все, и очень приятно. Нет ощущения какого-то силикона на коже. Я не знаю, я не смотрела состав, может быть, в составе там какие-то силиконы есть, но по ощущениям просто очень приятно. Запах у него такой больше как, не знаю, типа профессиональный, то есть не то, что он там пахнет какими-то цветочками. Нет, у него такой очень более профессиональный запах. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я, когда пахнет чем-то какими-то травами там, или чем-то вот таким, и вот все, я буквально пару раз растерла, и он впитался, у меня уже жирности рук нет, здесь также осталась одна единственная, они здесь накидали звездочек, кстати, они здесь липнут ко всему, чему только можно, это я еще не пробовала, но мне всегда было очень интересно вообще, как это выглядит, здесь лифтинговая маска именно на вот овал лица, чтобы подтягивать овал лица, очень интересно, это маска от Миша, я возможно где-то в каком-то, не знаю, видео, может быть, собирайся со мной ее попробую, напишите, как вам вся эта идея такая вот, сделать видео, собирайся со мной, и перед тем, как наносить макияж, вот попробовать вот эту маску, чтобы вы посмотрели, как она работает, и работает ли она вообще, три пробника от марки Кирин, а это швейцарская марка, понятно, в общем-то, назвали, так что не выговорить сейчас, в общем-то, здесь какой-то инзинный крем, еще какой-то восстанавливающий крем, и также здесь еще лифтинг, бальзам, и последнее, кстати, что я отложила, забыла вам рассказать, это вот такая вот маска, здесь ее достаточно много, это дренажная антицеллюлитная маска от компании Гуам, это, насколько я понимаю, итальянская марка, эта маска создана для борьбы с вот таким вот, как застойным целлюлитом, если вам нужен дренаж, то вот эта маска якобы обещает, что она вот создаст вот этот дренаж, выведение лишней жидкости, что у вас там процессы циркуляции возобновятся, скорятся и так далее, ну, я так понимаю, по вот этому размеру, что здесь, скорее всего, хватит вот на один раз для того, чтобы все самые целлюлитные места намазать, я не пробовала, я не знаю, честно говоря, я однозначно знаю, что вот это помогает, ну, вообще не то, что вот это, а такие вещи помогают, то есть, если вы пренебрежительно к этому относитесь, то не стоит, потому что на самом деле, если вот постоянно, регулярно, по несколько раз в неделю пользоваться какими-то масками, какими-то скрабами, какими-то там ручными массажами, там чуть-чуть себе поделывать, все равно эффект будет намного лучше, чем если вы просто скептически, нет, это не работает, даже не буду тратить на это время. Для тех, кто коробочкой заинтересовался, ссылку я оставлю вам внизу, если вы не успели купить эту коробочку, их разметают всегда очень быстро, советую вам подписываться на соцсети Vivo Beauty Box, потому что как только они выпускают новую коробочку, у вас есть максимально большое количество шансов эту коробочку урвать, потому что их разбирают просто с космической скоростью. Напишите мне, что вас больше всего заинтересовало из этой коробочки, понравилось наполнение, не понравилось, пишите обязательно это внизу. Перед уходом не забывайте подписываться на мой канал, если вы здесь впервые, это можно сделать вот здесь вот, и также я вам оставлю ссылку, можете посмотреть другие какие-то мои видео, а на этом я вас оставляю, и мы с вами увидимся, ну, либо в этих видео, либо уже в моем новом каком-то видео.